Привет, это Фастфуд Манагер, и мы продолжаем здесь выживать. Почему выживать? Потому что в прошлой серии, если ты не видел, меня киданули на бабосики. Нет, неправильно, на продукты меня киданули. Я напихал, значит, своего подопечного, своего менеджера, который стоял вот здесь, вот за этим прилавком моего ларёчечка, напихал в него кучу продуктов и случайно его уволил. Тут, конечно, я виноват, и он виноват, что он не вернул мне обратно эти продукты, а унёс вместе со своим увольнением всё моё добро, вас боясь. Куда подальше, значит. Ну, и остался я, как говорится, с голой попой. А попец мой не прикрыт, хотя можно сказать, что прикрыт 5-долларовой купюрой. В комментариях мне посоветовали, дождись ночи, иду в казино, и играй на 5 долларов, и выигрывай бабосики. То есть тут как бы 50 на 50. Либо ты эти 5 долларов продуешь окончательно, и останешься вообще без всего. Либо ты выиграешь кучу бабла, и поднимешься, и откроешь другие рейстики. Ну, как бы, да, это вариант. Либо пойти на эти 5 долларов, закупиться, купить, что там у нас, кофе, да, я же с кофе начинал. Значит, купить кофе. Кофе-машинка у меня вот здесь стоит, благо её никто не спёр. Здесь её бомж охранял, красавчик, не дал утащить. Значит, посмотрим, у нас здесь есть немного воды, у нас здесь есть кофе, молоко. Просто покупаешь стаканчики, даже кофе не надо покупать. И начинаешь всё с нуля, с низов. Но это скучно, с низов мы уже начинали. Интереснее, конечно, всего это дело опробовать в казино. О, блин, 12 часов уже стою возле этого столба и жду, когда же откроется чёртово казино. Ну, вообще, это клуб-казино. А ну, всё, не откроется. Сколько у нас времени? 19.21. Может быть, в 20.00 откроется? Блин, ну, что делать? О, рабочий тусят. Пойду с рабочими потусю, пока мы тут ждём. For sale. Магазин какой-то там тоже с распродажами. Рабочий здорово. Здорово, вы чё делаете здесь? Как, деда? Может, я с вами поболтаю? Вы же не против? Да, вот это история. О, я тоже так разводить руками могу. И вот так вот махать. О, да ты псих. Вот этот чел, это псих вообще. Ему чё-то всё не нравится. Не нравится история вот этого чувака в белой каске. В жёлтой каске вроде чё-то там пытается их усмирить. Походу, битва будет сейчас, драка. Чё с казино? Казино до сих пор не открылось. Сколько времени? 20.11. Сейчас будет 9 часов вечера. 9 часов вечера, вот. Вот, вот, вот. О, как дам. О, да, казино открылось. Открыли, бежим скорей туда. Здравствуйте, здравствуйте. Музло. Музло, казино. Сейчас мы поднимем боблю. Боблю, боблю, сажусь сюда и играем в 21. Тут прям даже написано 21. Окей, ну чё? 5 долларов. Минимальная ставка. Ровно 5 долларов. У меня есть и сейчас мы выясним, продую я или поднимусь. 5 долларов, всё. Я поставил. У меня, значит, туз и двойка. Это, значит, 13 очков. Чё, значит, я беру ещё одну карту. Надеюсь, я скрещу пальчики. Надеюсь, что... 15. Угу. Добавился валет и, в общем, у меня теперь 15 очей. Чё, кто больше, кто больше? Так. Станислав взял ещё одну карту. Мистер Вайс тоже взял карту. 24 продул. Чувак продул. Он тут дед продул. Мистер Вайс. Чё, мой ход? Борода, давай ты теперь. Ну, окей, давай ещё одну карту. 20. Всё, мне больше нельзя брать карты. Больше карты брать нельзя. Иначе я просру. Так, ещё один выбыл. Станислав выбыл. Биг Джои играет. Всё, мой ход, да? Ну, я вскрываться буду. Всё, я больше не буду брать. Я пас. Итак. Девочка. Девочка берёт карту. Ничего себе. Сколько же у тебя? Итак, вскрываемся. Да, я выиграл. А, прикинь, у всех по двадцатке было. А, каждый набрал по двадцать отчей. Ничего себе. Ни у кого двадцать одно не было. Ни у кого меньше. Значит, чё дальше? Играем на всю или по пять? Давай лучше по пять. Не будем рисковать. Потихонечку будем подниматься. Ну чё, поехали. Значит. Я беру карту. Ещё одну. Семнадцать. Блин. Максимум четыре очка я должен добрать ещё. Сейчас выясним, чё у нас получится. Станислав, ну чё ты? Убирай руки с башки. Не-не-не-не-не-не. Махает пальчиком. Типа, нет, я нифига не буду брать карту. Дедуля. Дедуля берёт карту. А ты чё, Биг Джоэ? Он тоже берёт карту. Окей. Ну чё? Молимся, чтобы не выпало четыре. Двадцать семь я просрал. Я просрал. Всё, я выпал. Блинский. Нифига себе. Вот это удачненько мне десяточку выпало. Кто же выиграет здесь? Так, понятно. Пять долларов я заработал. Пять долларов я просрал. Вот это и есть казино. Ты постоянно на волоске. Мистер. Мистер. Ну дед, давай, вскрывайся. Мистер Уайс продул. Биг Джоэ продул. Выиграл вот этот чувак. По соседству со мной. Ладно, пять долларов закидываем. Давай, погнали. Значит, девять. Беру ещё карту. Пятнадцать очевидно. Окей. Дальше. Франки. Чё, берёт карту. Пока все в игре. Пока всё пучком. Станислав. Взял карту. Мистер Уайс. Взял карту. Биг Джоэ. Взял карту. Ага. Моя очередь. Беру карту. Блин, я продулся, бабло. Вот что значит играть в 21. Да, ладно, братишки. Пока я пошёл. У меня денег нет. Я стал бомжом. Я всё продул. Да, казино. Больше своей вероятности всегда нагибает клиентов своих. Мистер Уайс выиграл. Ясно. Ну, всё, ребятки. У меня ничего нет. Я пошёл. Покеда. Прошайте. 0 долларов в кармане. Осталось только где-нибудь на помойке переночевать и всё пучком. Чё делаем? Чё делаем? Чё делаем? Чё делаем? Даже стаканчик я не смогу купить, чтобы продолжить варить кофе и продавать его. Может, у меня тут один кофейный стаканчик где-нибудь завалялся, а? Чёрт, ничего нету. Ничёрта нету. Мисс Кузи. Мисс Кузи. Француз ты, блин. Чё делать-то теперь? Походу, всё. Это фенит а-ля комедия. Нет, я, конечно, могу автосохранение загрузить, где у меня 5 долларов, и пойти всё-таки купить на них кофе. Ладно. Чё, давай автосохранение тогда. Ну, по-другому тут никак. Сесть рядом с бомжом и попрошайничать я не могу, потому что нет такого функционала в игре. А было бы прикольно, между прочим. Итак, я откатился, ну, примерно на несколько дней назад. Где тут выход? Я потерялся в собственной квартире. Значит, у меня здесь хот-догашная работает. У меня есть мой рабочий. И в кармане у меня 28 долларов. Это, короче, мы на одно видео назад откинулись с тобой. Эх, это печаль. Это боль. Видишь, у меня тут ещё булки лежат. Это последнее сохранение. Ну, по крайней мере, не с самого нуля начинать. Это радостно, конечно. Хорошо, что это сохранение у меня осталось. А сейчас мы, значит, что с тобой делаем? А, надо пойти купить шоколад. Короче, мы сейчас с тобой проведём эксперимент. Значит, берём два спалённых... Хот... Нет, это хот-догом ты не назовёшь. Булки, короче. Две спалённые булки. Вот. В них сейчас попытаемся толкнуть сосисочку. Вот так вот. Вот, значит, у нас хот-дог вот такой. Вот ты его видишь справа. Медсестричка просит хот-дог с... Мазиком. Вот, мы сделали с Мазиком. Как? Отведаешь ты такой? Нет? Проверим сейчас эксперимент. Будешь? Не, она говорит, иди ты в пень. Ладно, хорошо. Ой, у меня тут ещё спалилось. Чёрт, у меня столько палёного всякого. Ну, такое никто не любит. Ладно, сейчас сделаем нормальное. Значит, вот это, по идее, можно выкинуть, да? А мусорка тут есть? А, вот у меня мусорка. Прямо здесь. Значит, выкидываем это всё барахло. Палёнку жрать никто не хочет. Короче, как выяснилось, медсестричка хотела хот-дог не с Мазиком, а с горчицей, чтобы её. Значит, эксперимент с палёночкой был провальным. Надо попробовать его ещё раз. Берём, значит, булку, вот одну целую нормальную. Сделаем же зажаренную, пускай она будет. А вот эти вот мы сейчас спалим. Нет, мы спалим одну булку. Давай, пались! А я пока тут займусь своими сосисочками. Раскладываем и запекаем. Я вижу, я вижу, вот эта женщина, это мой клиент. Мой клиент. Она должна повернуть... Нет, это не мой клиент. А у шаухи уже там народ стоит. Сколько времени у нас сейчас, ну-ка? 7.28. 7 утра. Кто шауху есть в 7 утра, а? Скажите мне, добилось. Это завтрак у них, что ли, так? Вот это дела. Так, ну что там у меня? Во! Спалилось, отлично. То, что нужно. Значит, впихаем в неё сосиску. Вот это тоже надо отключить. А то есть сосиски ещё спалю. А, кстати, как насчёт палёной сосиски? Давай мы... Так, минуточку. Вот, кидаю сюда. Мы сейчас спалим и сосиску, и булку. И попробуем тогда сделать дабл-палёночку, мадам. Вот, с кетчупом, значит, да? Пожалуйста. Булка спалённая. А сосиска нормальная. Ты возьмёшь? Ты видел? Ты видел у неё смайлик такой, типа, А ну чё за говно ты мне подсунул? У неё серый смайлик был, нейтральный. Так, ладно, значит, сосиска сейчас сгорает. Сейчас будет убер-угалёк, а не хот-дог. Булка чё? Булка нормально. Перевожу продукты. Ну я же экспериментирую, я же великий экспериментартор. Значит, чё у меня по булкам? По булкам пока всё ок. Пропадать ничего. О, сосиска всё спалилась. Всё, ей хана. Это отключаем. Булка чё? Булка тоже спалилась. Значит, у нас тут дабл-угалёк. Вот он. Кто же захочет отведать дабл-угалёк? Подходите все сюда. Вот, вот, мадам, вы хотите. Да, я знаю. О, да. Да ещё не просто дабл-угалёк, а со всеми специями, со всеми приправами. Ммм, как это будет сладенько, вкусненько. Держите. Тоже нейтральный серый смайлик. Она плюнула, по-моему, мне на... Вот сюда, вот, куда денежку кладут. Или куда-то на пол там. Значит, всё понятно. Чем вкуснее ты готовишь, тем приятнее нашим клиентам. Это логично, логично. Значит, две сосисочки у меня готовы. Сейчас выложу ещё. Сделаем нормальные хот-доги. И будем поднимать лавандос. Ну чё, я вернул былую славу своему ларьку. И своему рабочему. В общем, у меня, можешь посмотреть в кармане, 892 доллара. Это просто бомбезда. Смотрим список дел. Сколько там нам нужно? 1250. Мы практически близко к этой цели. И скоро у нас будет вот эта вот сумма. И мы сможем, сможем купить шаларёк шаурмечный. Это мечта. Моя мечта. Значит, сперва мы бежим. Бежим для чего? Для того, чтобы купить тумбочку. Да, хочу тумбочку. Она нам понадобится для того, чтобы хранить там кетчупы, майонезы и прочее. Я тебе сейчас покажу, как работает моя хот-догшная. Там вообще конвейер нужен. Там нужно 4 руки. Вот. А я всё там один. Туда-сюда, туда-сюда. Значит, вот эта полка мне нужна. Её нужно купить. Благо, денег у меня достаточно. Покупаем. По стульям и столам не буду больше в хот-догшную брать. Там просто капец катастрофа. Кстати, смотри, похвастаю ещё себе. Мой бизнес. Еда с пола. Комфорт. 5 звёзд. Сервис. 5 звёзд. Просто вообще бомбочка. Она лавандос мутит только так мне. По 400 баксов в сутки. Это очень много. Это очень хорошо. Ну, а мы сейчас идём, значит, в хот-догшную. Я тебе сейчас покажу всё. Так, сосиски есть. Хлэп есть. Всё есть. Всё ништяк. Открываем наш ларёк-марёк. Пускай он тут уже трудится вовсю. Давай, погнали. А я побежал трудиться там. Вот она моя хот-догшная. Вот она. Но прежде чем её открыть, заходим сюда. Прежде чем мы её откроем, я здесь поставлю вот такую штуку. Очень она мне здесь нужна была. Очень. Так, как-то она криво встаёт, слушай. Ну, допустим, пускай вот так вот она встанет. Сквозь стенку будет торчать. Но нормально. Кетчуп и смазик им нельзя было купить. Вот так вот, нормально. Тут немножечко торчит, но пойдёт. Блин, возвращаемся обратно в магаз. Срочно в магаз. Братья, я принёс тебе газировочку. Держи её. Хапай. Кстати, насчёт газировки и других напитков. Я сейчас хочу купить себе лицензию и уже начать продавать алкоголь. Значит, смотри, что нам нужно. Вот они, лицензии. Заходим сюда. Тут нужно купить лицензию. 25 долларов в неделю. За продажу бутылочного пива. И лицензию на продажу разливного пива. 100 долларов в неделю. Ну, мы возьмём бутылочного. Покупаем. Задача выполнена. Мне как раз она по списку дел нужна была. Вот, получите лицензию на продажу бутылочного пива. Пойдём мы это пиво купим и вот в этот ларёк закинем. Вообще, посмотрим, какой ларёк может продавать это пиво сперва. Ты можешь здесь пиво продавать? Миво, пиво, пиво, миво, миво. Нет, здесь он не может продавать. А чё, неужели я буду продавать? То есть... Да, вот оно. У-у-у. Воу-воу-воу. Ладно, пойдём посмотрим, сколько оно стоит вообще. Сколько оно стоит. И купим всякого разного. И, значит, моя худогошная будет ещё и пиво Андрос продавать. Пиво Андрос, пиво Андрос, пиво Андрос, пиво Андрос. Где ж тебя взяли? А, ну вот оно, собственно. Вот оно, всякое тут разное. Ящик пива Пёс называется Пёс. Значит, возьмём... О, нифига себе, оно дорогое. КПЦ. Погоди. Одна бутылка 12 долларов? А, учту. Десяток такого, значит, возьмём. Десяток такого. Сейчас всё бабло спущу на пиво. Зато как я смогу... Инвентарь пол. Всё, значит, два вида пива я купил и на этом всё. Окей. 12 долларов оно стоило в магазине. Я, значит, буду продавать его капец по космическим ценам. Так, значит, я здесь. Я здесь, я здесь, я здесь, я здесь, я здесь. Что мне нужно сделать? Мне нужно расставить вот это всё барахло. Расставляем. Это будет очень удобно. Прям капец как удобно. Красота у меня теперь тут вообще неописуемая. Ну и, конечно же, ящики с пивом. Тоже сюда бабах. Бабах. Блин, сколько пива-то? А чё так много-то? Ой, главное не разбить бы всё это. О, всё полетело в тартары. Слушай. На минуточку. Минуточку. А чё у меня так пива-то много? А, ну да, я же там ящиками... Блин, зачем я столько пива-то купил? Капец. Это же 12 штук ящиками. Я думал, по бутылке буду покупать. Да. Блин. Так, ладно, поставлю сюда. Всё разлетелось. Всё пошло не по плану. Как это обычно бывает. Можно убрать обратно? Нет, убрать обратно не получится. Ящики в карман. Как я это всё дотащил на своих двух, не представляю. Так, мазик. Блин, ну это всё будет теперь тут мешаться. Капец как мешаться. Так, ящик беру. А, нет, можно, смотри, ящик взять и переставить, да? Ну, значит, тут будет у меня пивандрос стоять. А вот это всё барахлишечко вот сюда тогда куда-нибудь выставлю. Вот здесь вот пускай оно стоит. Ну шо, ну шо, ну шо? Надо теперь ценник на пивосик выставить. Значит, а чё, какое пиво-то у нас есть-то? Надо сперва посмотреть, что я купил. Вот это что за пиво? Ящик пива Дункель. Давай одну бутылку вытащим. Вот так вот она выглядит. Ага. Так, и другой ящик. Ох, блин. Не разнести бы окончательно всё. Значит, вот так вот поставлю здесь. И вот такую вот допила, значит. Это Дункель, а это пёс. Окей. Ищем, значит, его. Вот она Дункель, значит, ценник заряжаемому. За сколько? 12 это ящик стоит. А в каждом ящике у нас по сколько бутылок? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Четырнадцать, пятнадцать, шесть, шесть. Офигеть. Как много. Значит, теперь мы это всё дело продавать будем. За сколько? Давай по пять долларов, короче. Каждая бутылка по пять долларов. Вот так вот. Всё. Всё угодно. Можем открываться. Пошла жаришечка. О, сразу заказ. Заказы пошли. Но я тебе сейчас покажу. Оп, сосисочки всё пропали. Чёрт. Это плохо. Заказы летят, а у меня хот-доги не готовы. И это абзац. Стульчики я здесь убрал специально для того, чтобы клиентов было поменьше. Иначе я не успеваю. Значит, сосиски. Ладно. Готовим сосисочки. Опа. Запекаем. Бутылку пива тебе, да? Держи. Он мне денег ещё не дал, между прочим. Так, кто-то ещё заказал? Бутылку держи. Вот. И два хода. Бутылка пива. И два хода. Нифига себе, ты заржался, чувачок. Чё, тут готово, нет? Готово. Сосиски ещё не готовы. Ладно, раз тут готово. Вытаскиваем. И готовим запекать другую порцию. Закрываем. Сосисочки не подводите меня. Давайте шустрей. Шустрей, пожалуйста. Мне нужно шустрей. Чёрт. Чёрт. Нафига ты взялась? Сосиски готовы. Сосиски ещё достаем. Это вот сюда толкаем. Это сюда толкаем. Вы свободны, мадам. Значит, нам это открываем. Надо не просрочить. Сюда мазик. И горчишку. Мейстер. Ох, ты же, блин, ящик уронил. Ящик уронил. Аккуратненько. Бутылку достал случайно. Аккуратненько. Вот так вот поставлю. Значит, что дальше? Ещё два хот-дога. У меня как раз тут две сосисочки. Это хорошо. Вот это выкладываем. Видал, да, как нужно быстро работать? Просто даже времени нет на то, чтобы пукнуть. Пукнуть. Открывайся. Готово. Две сосисочки с кетчупом. Нет вопросов. Готово. Так, одна сосиска. В тесте. Сосиска в тесте и хот-доги, в принципе, почти похожи. Только сосиска в тесте, она без горчицы, без кетчупа и мазика. А тебе просто пивко. Пивко, ну, держи. Фух. Потихонечку. Но вроде справляйся. Пивко, значит, надо. Кому? Тебе? Просто два пивка? Ну, держи. По два пивка. Готово. Денежки летят. Надеюсь, отобью. Так, здесь выключаем. Булки запекаем. Новый посетитель. Ему нужно пивандро. Вот тебе пивандро, держи. И два хот-дога с мазиком, не вопрос. Это выкидываем вот сюда, все. Да, стеллажик я, конечно, во время купил. Вообще во время. Так, два пива. Вот, держите. Девушка, после работы можно. Вам можно. Держите. Булки. Булки не сгорели, слава богу. Я так переживаю за булки. Я очень много раз, когда не успевал вытащить булки, они сгорали. Это было... Так, а куда? А куда? Подождите минутку. Мазик взялся. Опа. Значит, два с мазиком. Это не ты. Вот вам надо. Держите. Готовченко. И... Сколько времени у нас? Время 17.55. Через три часа будем закрываться. По булкам, по булкам, по булкам. Не забываем, не тормозим. Еще сосисочки надо зажарить. Чтобы у меня были они. Значит, пока мы с тобой тут трудимся. Булочки с сосисочками делаем, продаем. У меня там в еда с пола, в моем маленьком ларечке, есть сложности. Мне нужна газировка, пончики, шоколадки и круассаны. Очень срочно. Здесь сидят алкаши. В основном покупают только бухло. Можно, кстати, вытащить вот так вот один ящик. А, его здесь не поставить. Хотя можно вот так поставить, смотри. И просто отсюда торговать. Вообще нормас. Вообще неплохо. О, блин. Надо срочно. У меня выключилась open-табличка. Что? Сгорело. Сгорели. Черт, у меня тут запекались булочки, они сгорели. Значит, еще один ящик я сейчас возьму. Вытащу его сюда, чтобы сюда не гонять. О, чисто зазывальный такой столик для алкашей. Нормально. Это бабосики берем. Ну и все. Когда магазинчик закрывается, ну, мой ларечек, любой. И что тот, что этот. Посетители, которые здесь сидели, они остаются и ждут дообслуживали, чтобы их. Поэтому они не сразу уходят. Значит, ларек выключен. Сосисочки у меня здесь пускай лежат. Это все открыть. Здесь все убрано. Все хорошо. Магазинчик мы сейчас закроем. Хотя я думаю, что вот это лучше занести обратно. Да, как ты думаешь? Да, лучше, наверное, вот так вот сделаем. На всякий пожарный. А то все-таки ящик целый. Все, магазин закрываем. Все закрыто. Бежим. Сперва нам нужно сейчас забежать в магазинчик, купить, значит, газировочки, пончиков, шоколадок, круассанчиков, закинуть это все в нашу лавочку маленькую, потом бежать и спать. И мы выясним, сколько же денег мы заработали. Наша вот эта лавочка смогла заработать. Ну, учитывая, что там куча всего нужно было за день, я это не смог донести, потому что ход-догами занимался, то, соответственно, мы заработали мало. Смотри-ка, 578 доход за день. Мне прилетел. Я почти, почти. Так, прибыль, давай посмотрим. Почему здесь нету прибыли? Не отображается. Все сломано нафиг. Рейтинг у нас хороший. Потихонечку растем. Но и другие конкуренты тоже растут. Так, что я хотел посмотреть? Список дел. Сколько? 1250. Еще чуть-чуть. Ну, что, если мы бежим домой и на следующий день мы уже заработаем ту сумму, которая нам нужна, 1250, я предлагаю, предлагаю купить телек. Мы заслужили. 150 долларов. О, да, ты посмотри, смотрите, вот это вот токсичное, токсичное 2D-платформенное прохождение единорожки. Ну, это мощное. А что, других каналов-то нет? Переключить нельзя. Ладно, и тумбочку давай здесь купим за соточку. Вот, все. А, и шкафчик. Да, давай я за шкафчик за 150. Короче, на следующий день, походу, не получится набрать 1250 долларов, потому что я потратился на мебель. Ну, по крайней мере, эта комната уже обустроена, и это очень хорошо. Ложимся спать. Да, утро. Отлично. Рабочий день начался. А это говорит о том, что пора рубить бабло. О, вот она моя прелесть. Мои ящики стоят здесь, клады с золотом. Ну, они же реально золотые, блин. За это я получаю бабоськи. Так, вот это надо отключить. Ой, уронил случайно ящик. Нет, ящик. Ты мне нужен. Ну, ладно, пускай здесь встанет. Не страшно. Ну, вот, нормально. Наш алкашный стол готов. Зазывательный. Магазин опен, значит. Хот-доги у меня здесь пока нормальные. Два вчерашних оставшихся есть. Значит, есть с чего начать торговать. Вот это закидываем на гриль. Ну, и все по-старому. Все по-прежнему. Я бодрачу, ты смотри. Так, пивко. Ох-ох, пошла жаришка. А что это я отсюда пивко тащу? Так, вот этому мистеру мы отдаем. А вот этим чунгачкукам здесь раздаем. Вот, мадам, вы хотели... Нет, мужик хотел. А мадам вот это хотела. Пожалуйста. Пожалуйста. И хот-дог, да, вам нужен. Хот-дог с мазиком. Ну, вот, понесла жаришка. В общем, я думаю, что пора закругляться. В следующем видео мы точно откроем шауромочную. И это будет балдежно. А на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забывайте ставить лайк под этим видео. И подписываться, если ты еще не подписан. Чтобы не пропустить следующих крутых роликов. На которых мы, собственно, и увидимся. Так что, до встречи.